И на сегодня у нас намечен старт экспедиции. Отдаем концы. Обещают осадки, в том числе и в виде снега. Решили идти с пустым баком. На Вионикс в этом месте показывает самые большие глубины, порядка двух метров. Камни прямо из-под воды. Че ты говорила, он пахнет, это с улицы? Мяу! Всем доброе-доброе утро. К сожалению, у нас оно не такое доброе и теплое, как вчера. Холодно, небо затянуто. Обещают осадки, в том числе и в виде снега. Но мы настроены оптимистично, и на сегодня у нас намечен старт экспедиции. В результате вчерашней нашей эпопеи с названием «Яхты» вот что у нас получилось. Не самый плохой вариант, хотя по правилам название должно находиться на бортах с двух сторон, в задней части лодки. Но поскольку одно название мы утопили, выбора у нас не было. Перед открытием нам нужно было заправиться, докупить скоропортищихся продуктов, хлеб, молоко, яйца, рассчитаться с яхт-клубом и залить в бак пресную воду. Витя делает вторую ходку за бензином. А здесь, на берегу, сегодня куча рыбаков используют выходные для своего хобби. Большими группами, тоже семьями, наверное, поплывут по островам. Воду в Юханесе мы так и не залили. Она у них колодезная, после зимы мутная, грязная и непригодная для питья. А пачкать бак для питьевой воды грязной водой мы не стали. Решили идти с пустым баком и залить хорошую чистую воду уже в другом месте. Ребят, сейчас я покажу, как мы моем палубу. Мы еще не обзавелись крутым керхером, но нам досталась вот такая шведская канитель. Смотрите. Набираешь воды в нее. А, смывает. Поднимаешь и подача воды. Как на современном пылесосе. На самом деле, очень удобно. Не надо мучиться бедрами. Как вы видите, ведерко у меня стоит, но оно мне так и не пригодилось. Вот так вот команда моет палубу. Сегодня очередь Юли. Неужели у нас будут красивые кранцы? Потому что вот эти вот ужасные кранцы. Надувается? Давай я понадуваю, ты будешь своими делами. Задача по накачке кранцев оказалась для меня нереально сложной. Наш автомобильный насос сломался. У него испортился штекер для прикуривателя. А вот этот вот велосипедный насос был очень слабым. У меня на накачку одного кранца ушло полчаса. И я плюнула, бросила эту затею. Попросили рыбаков, которые как раз такие лодки свои над углом вытаскивали на берегу. Но они как-то так без участия сказали, что у них нет никаких насадок. Поэтому в экспедицию мы отправились со старыми кранцами и одним новым. Видите, я закупился топливом. Как успехи? Чуть горелым пахнет это с улицы. Это с обогревателя. Обогреватель уберите от коврика. От мешка. Обогреватель уберите от коврики. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, отдаем концы и готовимся отходить Вить, мы не сильно быстро идем Медленнее сделать? Медленнее, конечно Ну что, друзья? Мы вышли Наша экспедиция началась Порт Йоханнес остался позади Среди Выборгские шхеры, Скизали, Балтейское море Мы рассчитываем остановиться на ночевку в городе Приморске Или в Приморске Ветер достаточно сильный Будем надеяться, что погода нас сильно не потрепает Если идти из советского по фарватеру То нужно огибать большой остров и делать крюк порядка 15 км Местные нам шепнули, что есть короткий путь между островами по мелководью И в принципе яхты там проходят Конечно, на Вионикс в этом месте показывают самые большие глубины порядка двух метров Но мы решили рискнуть Когда мы рассчитывались за стоянку в яхт-клубе В кабинете администратора Висела карта с нарисованным от руки карандашиком Проходом между этими островами Я ее сфотографировала И в общем-то по ней мы и ориентировались Выходя на большую воду Пробираемся по шнерам В прямом смысле пробираемся Мы решили обойти очень большой глубокий остров В общем-то по дороге Вокруг которого они сфотографируют С кеметриком И есть риски, если честно, здесь очень низкие и маленькие глубины Есть риски, которые уже не забираются Но очень надеемся, что это нам сэкономит очень большое количество времени Но они продевают Смотрите, какой здесь ландшафт Везде торчат вот такие вехи Камни Прямо с под воды Вот с той стороны тоже камни Как вы можете видеть И тоже веха Ну а здесь очень Очень каменистые Они предсказуемые Поэтому проходим очень осторожно С нами Ониксом Витя вот рулит Ониксом 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 Оники Субтитры создавал DimaTorzok Перед отплытием мы позвонили погранслужбу, предупредили о том, что мы идем. Дело в том, что здесь пограничная зона, и их нужно предупреждать о выходе, чтобы не было никаких проблем и эксцессов. В общем-то, они долго уточняли, зачем мы на звоним. Возможно, не все предупреждают. Но потом приняли информацию и потом уже во время нашего пути регулярно названивали, уточняли, где мы, зачем мы, а где-то даже советовали свернуть. Боялись, что мы смоемся из России. Ура! Наконец-таки мы прошли кузов и вышли на открытую воду. Вот, если смотреть на видео, вы видите вон там мыс, здание, какой-то промышленный район. Это Высоцк. Где-то там базируются и пограничники, потому что они нам здесь тоже звонили, спрашивали, ну это или не мы. А также уточняли, когда же мы их повернем. КОНЕЦ Вот на таком за рифленом кусочке Генуи мы шли весь день со скоростью около 7 узлов. Фактически это максимальная скорость, которую может развивать наша яхта. На ветру я очень быстро замерзла и решила принарядиться. Как Вам прикид? КОНЕЦ 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 При выходе из Йоханнеса мы опрометчиво не зафиксировали тузик. Он просто лежал на носу. Когда яхту кренило, мы его чуть не потеряли. Вот это был бы номер. КОНЕЦ 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 Олег, не надо кожу прочесывать? СМЕХ КОНЕЦ 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 Полетен И снова нам позвонили пограничники, но на этот раз с просьбой помочь дрейфующим рыбакам. Они сказали, что где-то в нашем районе у рыбаков на моторной надувной лодке заглох мотор, и если мы можем, то попросили им помочь. Сейчас звонили пограничники, сказали, что нужно помочь вон той красной лодке, которая дрейфует, но по факту она уже и не дрейфует, видимо они смогли завести мотор, и наша помощь, мы так понимаем, им не нужна, так как они прошли мимо нас. Мы понаблюдали, лодка на моторе обошла нас и в общем-то пошла в сторону берега, никаких знаков о том, что им нужна помощь, они не подали. Мы отзвонились пограничникам, сказали об увиденном, других лодок мы не видели в тот момент, не знаю, монеты или не они, но возможно те рыбаки просто смогли починить лодку. В начале 10 вечера мы пришли в яхт-клуб Кайвиста, в город Приморск. Яхт-клуб защищен волнорезом или насыпью, не знаю, как правильно назвать, волны нет, но ветер был нереально сильным, швартоваться было крайне сложно, но скидалось стороны в сторону, пришлось заводить шпринги для того, чтобы начать более-менее, не ударяясь о причал. Наши кранцы плющило, плющило в самом прямом смысле этого слова, но мы были очень рады дойти, потому что все нереально устали. Прыщило, плющило, плющило, плющило в облаке, потому что все нереально устали за него. И за валик из великих лет. А еще у нас веревка закрутки оторвалась. Ну что, мы пришвартовались. В поселке Приморский или Приморск. Тяжелый бы переход. То ли с непривычки, не знаю. Холодно. Я, как видите, на две куртки. Днепром. Пуховик. Флисовый жилет. Флиска с длинным рукавом. И там еще трикотажная кофта с длинным рукавом. Капец. И при этом не замерзла. Устала, аж руки дрожат. Сейчас сделаю ужин и ложимся спать. У меня красный печальчик. Все закипает. А вот и мои возвращаются. Машуточка. Третьего мая, первый день экспедиции, мы прошли путь из поселка Советский, Выборгского района Ленинградской области, в город Приморск, длиною 47 километров. Остановились в яхт-клубе Кайвиста. Завтра пойдем в Санкт-Петербург. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова